Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о втором соборном послании святого апостола Петра. Сегодня мы читаем последнюю, третью главу послания. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование и пришествие его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божием небеса и земля составлены из воды и водою, потому что тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибли нечестивых человеков. Апостол говорит о том, что в последние дни явятся наглые ругатели, которые будут говорить, ну а где же вот второе пришествие. Ждали-ждали, да не дождались. Первые христиане ждали возвращения Господа уже при жизни их поколения, но ушло и это поколение, и следующее прошло очень много уже времени, прошло 2000 лет, и где же обетование и пришествие его. И это важный вопрос, на который стоит обратить внимание, потому что, да, многие это используют для того, чтобы критиковать правую веру, но прежде всего нам стоит понять, что сказано. В Писании часто к Евангелиям люди обращаются и говорят, не предет рот сей, как все сие будет, относятся к концу света в Евангелиях. На самом деле там речь идет о разрушении Иерусалима, которое действительно произошло при жизни поколения Иисуса. Потому что люди иногда путают предсказание Господа о конце Иерусалима, которое произошло уже давно, в 70-м году, и его же предсказание о конце света. В том, что касается конца света, нам стоит обратиться к притчам Господа, где он говорит о том, что пройдет немало времени. Ну, например, притча о закваске, процесс сквашивания теста, он долгий, он незаметный. Вырастание дерева, дерево вырастает, не вырастает за одну ночь. В притче о разумных и неразумных девах говорится о том, что задремали все и уснули. То есть Господь не приходит в момент, когда все его напряженно ожидают. Нет, все успевают задремать и уснуть. То есть проходит какое-то значительное время между первым и вторым пришествием. И апостол говорит, что, несомненно, второе пришествие произойдет. Мы только не знаем, когда. И он говорит о божественной хронологии, которая отличается от нашей. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Это цитата из Псалма, где именно это и утверждается. И апостол говорит о том, что масштабы временные у Бога и у нас не совпадают. То, что нам кажется одним днем у Бога, может быть, как тысяча лет, и то, что нам кажется тысячелетием с божественной точки зрения один день. Наше время не совпадает с божественным временем. Время Божие, оно разворачивается в другой совершенно шкале. Как потом это уже рассмотрели богословы, Бог находится вообще вне времени. Время — это его творение. И Бог знает, когда в его замысле должно совершиться то или другое. Мы этого можем не знать, и это нормально не знать. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Почему до сих пор не произошло пришествие? Бог долго терпит. Бог ожидает, пока его царство наполнится людьми, которые должны в него прийти. Вот вообще вся человеческая история, она имеет свой смысл в том, чтобы царство Божие наполнилось святыми. Человечество существует для того, чтобы приносить Богу святых. И человеческая история продолжается, пока святые продолжают пребывать. Она завершится, когда больше не будет святых. Когда не будет больше смысла в продолжении истории. Когда зло победит и, кажется, утвердится таким, как на тот момент будет казаться непреодолимым образом. И вот тут придет Господь и со всем этим покончит. Но мир существует, пока он приносит Богу святых. И вот Бог долго терпит ради тех людей, которые придут к покаянию. Ради тех людей, которые уверуют. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут. Стихи же разгоревшиеся разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если же так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и богочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихи растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. День Господень придет к тать ночью, то есть неожиданно для неверующих людей. Небеса с шумом придут, стихи же разгоревшиеся разрушатся, то есть произойдет некое грандиозное преображение всего мироздания, и старый мир сгорит. Все это переживет некое полное преображение, и мы этого ожидаем, и это должно побуждать нас к святой жизни и богочестию. И мы по обетованию ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И в этом отношении бессмысленно говорить, что ждали и не дождались, потому что человек на самом деле вечен. Пришествие Господа, вот эти события, которые богослово называют эсхатологическими, все эти события, они произойдут на нашей памяти, мы их увидим. Либо мы их увидим в теле, либо мы их увидим вне тела, но так или иначе человек вечен, и мы эти события встретим, мы их увидим, мы их ожидаем. Второе пришествие Господа будет несомненно, и мы его увидим. Не факт, что мы его увидим в теле, но мы его увидим так или иначе несомненно. И мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И это не просто мы пассивно ожидаем это ожидание, оно трансформирует всю нашу жизнь. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подсчитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобово-разумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие, писания. Апостол здесь Петр упоминает возлюбленного брата Павла, и вот что интересно, он говорит о том, что невежды и неутвержденные их превращают. И действительно, Слово Божие и ветхозаветные писания, и писания новозаветные, невежды и неутвержденные могут превращать, то есть извращать к собственной своей погибели, увы, человек может выдергивать из писания какие-то фрагменты, строить на них совершенно дикие теории, это сколько угодно. Это так бывает, и поэтому нам важно держаться в церкви. Тут соборный опыт церкви, он должен нас оградить от каких-то произвольных или ошибочных толкований. Но, что важно, здесь апостол Петр называет послания Павла писаниями. Невежды и утвержденные их превращают, как и прочие, писания. Мы видим здесь, что послание апостола Павла Петр называет частью священного писания. Еще очень далеко до формирования канона, он еще не составлен в список канонических книг, но уже Петр называет послания апостола Павла писаниями. Он их уже опознает как писания по статусу, такие же, по крайней мере, как ветхозаветные писания. И, конечно же, возможно, ошибочные толкования, возможно, кривотолки, и нас против этого предостерегает апостол Петр. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься забуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в богодати и в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне, в день вечный. Аминь. Апостол предостерегает против беззаконников, против уже учителей, и поскольку здесь он подчеркивает, что они беззаконники, речь идет о людях, которые, уже учение которых характеризуется нравственной порчей, нравственной распущенностью, скверными похотями плоти. И сейчас эти предостережения апостола, конечно же, актуальны, поскольку в нашей стране это еще не приобрело такого масштаба, даст Бог, не приобретет. Там, где православные живут в других странах, они сталкиваются с серьезным очень давлением, где от них уже требуют пересмотреть заповеди Божии, особенно заповеди Божии в области пола. И многие христиане, которые живут там, неправославные общины, они идут даже на то, чтобы как-то пересмотреть, переменить свое вероучение для того, чтобы соответствовать текущей идеологической моде. И вот апостол Петр особенно предостерегает от того, чтобы мы увлекались сбуждением беззаконников, но мы возрастали в богодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. Он является для нас источником авторитета, источником учения, но ни в коем случае не современный мир. Мы с вами прочитали заключительную третью главу второго соборного послания святого апостола Петра, и мы делаем это в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Субтитры создавал DimaTorzok